Здравствуйте, друзья! Несмотря на взлом децентрализованных приложений через Ledger Library, биткоин восстанавливается. Однако, мы не смогли удержаться выше этой линии поддержки, что открывает дорогу в этот район. Почему биткоин все еще не улетел до 37,5 тысяч долларов? На это по большей части влияет индекс доллара, который, как ты видишь, продолжает падать. А все потому, что Пауэлл практически заявил, что цикл повышения ставки, похоже, подходит к концу. И более того, ФРС рассматривает возможность трех снижений ставки в следующем году. Об этом мы говорили в прошлом видео, ссылка на него в описании. Так что очевидно, падение индекса доллара повлияло на то, что биткоин достаточно крепко держится выше 41 тысячи долларов. Но сегодня я хочу поговорить о многих вещах. Гэри Гэнслер и Сек отклонили петицию Coinbase о прозрачном регулировании криптовалюты и четкой нормативной базе для работы крипторынка в США. Зачем они это сделали? Причина может оказаться очень гнусной. Но самое главное, о чем я хочу поговорить, это то, что 2024 год, возможно, вызовет шок биткоина размером в 30 триллионов долларов. Начнем с процентных ставок ФРС США. Рынок дает шанс в 74%, что снижение ставки начнется уже в марте 2024. Сейчас вероятность снижения ставки на мартовском заседании составляет 74%. Это то, чего ждет фьючерсный рынок. Если ФРС сейчас говорит о снижении ставок, зачем им ждать до июня? С точки зрения политики, их могут обвинить в политическом вмешательстве в любом случае при принятии решения о том, когда именно они будут действовать. Очень забавно, что ФРС США изо всех сил пыталась остудить рынки за эти полтора года, высасывая из них ликвидность. Но при этом S&P 500 находится в 2% от исторического пика. Биткоин в этом году взрывается, золото достигает новых рекордов. Кажется, у ФРС США что-то не получается. Но посмотри на это. Гэри Гэнслер буквально обиделся из-за вопроса о криптовалюте. Комиссия работает над целым рядом вопросов. Один из них касается целой кучи заявок на запуск спотовых биткоин-ИТФ. Знаете, господин председатель, я должна задать вам этот вопрос. Я ожидал этого вопроса. У нас тут огромный казначейский рынок на 26 триллионов долларов. Он является основой всего нашего рынка капитала. Именно так мы финансируем наше правительство. Так ФРС США проводит свою денежно-кредитную политику. Так мы поддерживаем господство доллара по всему миру. И вы хотите спросить меня о криптовалютах? Ну что вы пристали со своей криптовалютой, со своими ИТФ? Будут вам эти ИТФ? В мою защиту скажу, что другие комиссары тоже затронули тему криптовалюты на этом открытом заседании. Приоритеты. Я имею в виду, что казначейский рынок США – это очень важный рынок. Криптовалютные ценные бумаги не только намного меньше по размеру, но также не являются инструментом финансирования нашего правительства. Не так мы проводим денежную и кредитную политику. И многие инвесторы пострадали на криптовалютном рынке. И пострадали они потому, что слишком много несоблюдений. Это не просто несоблюдение законов о ценных бумагах. Это несоблюдение целого ряда других законов. Нашего родственного регулятора на рынке, комиссии по фьючерсным товарам, Министерства финансов США и правоохранительных органов по борьбе с финансовыми преступлениями. Но опять же, наш фокус и приоритеты – это казначейский рынок США и то, что мы делаем сегодня. Это действительно очень важно для наших рынков капитала. И снова Гэнслер воспользовался возможностью поговорить о том, как много мошенничества в криптовалюте, как много манипуляций и плохих игроков. Но вот что интересно. SEC объявила, что отклонила петицию, поданную компанией Coinbase, крупнейшей криптовалютной биржи в США, о создании этих самых криптовалютных правил и норм, которым криптовалюта якобы не соответствует. То есть Coinbase просто говорит – дайте нам эти правила. Правила регулирования криптовалют. Ведь старые нормы, которые были написаны 100-150 лет назад, точно не были созданы для этого нового класса активов. А SEC во главе с Гэри Гэнслером отвечает – нет. Старые нормы полностью подходят к криптовалютам и описывают большинство из них ценными бумагами. Очевидно, что у SEC, ФРС США и других есть множество очень хороших друзей в банковской среде. И этим друзьям точно не нравятся криптовалюты и биткоин, которые буквально выводят деньги в параллельную систему, лишая банков тех же комиссионных. Биткоин угрожает старой системе. Вот в чем причина. Чем еще объяснить поведение SEC, которые направо и налево штрафуют криптовалютные проекты за торговлю незарегистрированными ценными бумагами, обвиняя их в несоответствии правилам. А когда Coinbase просит написать эти самые правила, просто отклоняют эту просьбу. Зачем им нужны эти правила? Сотни тысяч, миллионы долларов текут в карманы Гэри Гэнслера и SEC. А тех криптовалютных компаний, которые просто улаживают дело с помощью штрафа, не имея возможности бороться SEC, как Ripple, Coinbase или Binance. Это просто бизнес и бесплатные деньги для Гэри Гэнслера. В случае со спотовыми биткоин ETF'ами на них просто надавили. Как ты помнишь, они проиграли суд Грейскейлу по отказу преобразования Грейскейл Биткоин Трастов в спотовый ETF. Они постоянно встречаются с BlackRock, Fidelity и так далее по поводу запуска их ETF'ов. А судьи просто-напросто обличают их ложь и заставляют их делать. Вот почему мне кажется, что ETF добьется своего. Просто потому, что это не какой-то там маленький криптовалютный стартап, способный лишь заплатить штрафы, а потому что за ним стоят огромные компании наподобие BlackRock. Ладно, что вас интересует насчет биткоина? В последние дни мы видели, как сотрудники SEC общались с рядом компаний, которые подали заявки на создание биткоин ETF. Мы также видели ряд поправок к этим заявкам. Похоже, участники рынка криптовалют чувствуют, что мы приближаемся к заключающей стадии. Как правило, такое взаимодействие SEC не является предрешающим фактором для одобрения заявок. Но тот уровень взаимодействия, который мы наблюдаем, свидетельствует о том, что мы подходим к кульминации, не так ли? Ну, у нас где-то от 8 до 12 заявок, которые связаны со спотовым биткоин ETF. И сотрудники различных отделов реагируют, когда участники рынка подают заявки. Кроме того, ранее, этой осенью, у нас было судебное дело по этому поводу. Так что мы действуем в соответствии с нашими полномочиями и тем, как суды интерпретируют их. Так же мы и будем действовать дальше. Так же мы поступим и сейчас. Аналитик по ETF-исследованиям Bloomberg Intelligence, Джеймс Сафарт, говорит, что SEC оказалась загнанной в угол судьями, которые назвали все доводы SEC, которые комиссия использовала в прошлом для отказа запуска ETF, Биткоин ETF абсурдными. Как только суд скажет, что этот довод SEC не является законной причиной для отказа ETF, Гэри Гэнслеру приходится проявлять смекалку и придумывать другие причины, потому что нельзя повторять одну и ту же. Но суд отбрасывает все решения и доводы, которые SEC использует для отказа Биткоин ETF в прошлом и сегодня. Гэри пытается скользить и увиливать, например, когда он не может сказать, является ли эфириум ценной бумагой. Но когда дело доходит до судьи, Гэри Гэнслер говорит, мы не можем отрицать того, что в прошлом отказывали запуску Биткоин ETF, но теперь суд говорит, что мы больше не можем этого делать. Еще одна тема. Процесс одобрения спотового Биткоин ETF. Я знаю, что вы должны принять решение в начале января. Как обстоят дела? Я председатель комиссии. Я не могу ничего предрешать. Мы еще в процессе. И как вы, возможно, знаете, в прошлом мы отклонили несколько таких заявок. Но судья округа Колумбия принял свое решение по этому поводу. И поэтому теперь мы по-другому смотрим на эти заявки, основываясь на судебных решениях. Хм, рынки в восторге от этого. Но переходим к самой сумасшедшей новости, о которой мало кто говорит, но это очень важно для Биткоина. Ведь эта новость намекает на то, что идет масштабная подготовка. Биткоин будет учитываться по фактической стоимости в соответствии с новыми правилами FASB, Совета по стандартам финансового учета США. Ранее эти правила требовали использования первоначальной цены покупки актива, а также требовали отчеты про убытки, если таковые случились, даже если актив не был продан. Это очень важно, потому что раньше компании могли оценить свой Биткоин только по самой низкой цене с момента покупки, что означало, что они должны были отражать убытки в отчетах даже тогда, когда была прибыль, когда цена на Биткоин восстанавливалась и даже росла выше первоначальной покупки. Что это значит? Это значит, что Биткоин продолжает побеждать. Это значит, что крупные финансовые компании не будут бояться его покупать. Честно говоря, мне не очень хочется погружаться в эту тему, потому что она довольно скучная. Но реальность такова, что все эти вещи в традиционной системе начинают применяться к Биткоину. Зачем? Потому что сюда идут BlackRock, Fidelity, Arkinvest и другие институционалы. Они готовят для себя почву. И если бы Биткоин был просто ничем, разве это все происходило бы? Если бы Биткоин в будущем превратился в ноль, то зачем все это делают? Несколько дней назад SEC даже добавила вкладку о криптовалютах на государственный сайт investor.gov. И чтобы понять, почему 2024 год будет масштабным, может и не для цены Биткоина, но для самого Биткоина, обрати внимание на эту дорожную карту 2024 года, которую опубликовал Джеймс Ван Стратен. По его мнению, в январе, скорее всего, ETF будет одобрен. Я бы сказал, что если в январе его не одобрят, то в 2024 точно одобрят. Просто потому, что усек, как мы говорили, заканчиваются причины для отказа. Далее он пишет, что в феврале институционалы смогут покупать этот Биткоин-ETF. Я бы сказал, что это может занять больше времени. Все думают, что как только спотовый ETF будет одобрен, то сразу же все деньги BlackRock и их клиентов польются в Биткоин. Нет, на это могут понадобиться месяцы и даже годы. Это очень-очень долгий и интересный путь. Но, тем не менее, это путь к принятию Биткоина. Март – потенциальное снижение ставки ФРС США. Апрель – халвинг Биткоина. Май-ноябрь – продолжение снижения ставки и рост ликвидности. Декабрь – ожидается, что FASB примет новые правила, о которых мы говорили ранее, и начнет учитывать справедливую стоимость Биткоина, а не стоимость на момент его покупки. То есть, снижение ставок и ликвидность. Ты знаешь, что происходит, когда они включают денежный принтер. Конечно, это не произойдет моментально. И, как мы говорили в прошлых видео, резкое снижение ставок после большого цикла их повышения может вызвать рецессию спустя полгода. Но, если ты смотришь это видео сейчас, знай, ты уже прошел через самое плохое. Они пытались сделать все возможное, чтобы задушить Биткоин и рынок, но Биткоин продолжает побеждать и доказывать. Коллапс банков равно укрепление Биткоина. Война и геополитические риски равно укрепление Биткоина. Инфляция равно укрепление Биткоина. Девальвация национальных валют равно укрепление Биткоина. Единственная причина, почему Биткоин до сих пор не установил новый исторический пик по отношению к доллару, как уже это сделал во многих странах, в Аргентине, в Турции и так далее, заключается в том, что доллар США, будучи мировой резервной валютой, падает не так быстро, как остальные фиатные валюты. Просто подумай, что будет на длинной дистанции с Биткоином, если он творит вот это во время того, как ФРС США выкачивала ликвидность из рынка. Что будет с Биткоином, когда ФРС зальет рынок ликвидностью свеженапечатанных долларов? Страшно себе представить. И многие люди даже не понимают, насколько это масштабно, то, что нас ожидает в будущем. И Марк Юско объяснил, как это приведет Биткоин к шоку, размером в 30 триллионов долларов. Я думаю, люди не понимают, сколько денег находится в этих маленьких коробках, ограниченных правилами за пределами крипторынка. Это 30 триллионов долларов, большое число, которое на данный момент не может купить Биткоин напрямую. Но они могут во многих случаях, не во всех, купить такие вещи, как, например, акции Coinbase, Grayscale Trust, микростратегии, потому что они являются зарегистрированными компаниями. Но есть случаи, когда, например, банк UBS не позволит мне купить Grayscale Bitcoin Trust. Но когда в США появится спотовый биткоин ETF, мне больше не придется покупать акции микростратегии, которая является сомнительным программным бизнесом и которая прилипла к биткоину. И мне больше не нужно платить наценку за Coinbase. Я думаю, что дела у Coinbase все равно пойдут хорошо, потому что их бизнес взлетит до небес, так как они будут кастодианом для всех этих спотовых ETF. И, знаете, получат из этого дополнительную выгоду. Сейчас у институционалов аж вот столько биткоинов. Это безумие. Как много людей в институциональном мире все еще имеют ноль биткоинов? Это 80% учреждений. Но причина, по которой вам нужен биткоин в вашем портфеле, заключается в том, что все они будут иметь его. В этом и заключается безумие. Все они будут держать биткоин. И я говорю об этом уже много лет. Держите биткоин. Я говорю об этом с 2017 года. Помнишь, мы говорили об этом? Посмотри на статьи, которые выходили в прошлом. В 2017-2020 они писали, насколько вреден биткоин для окружающей среды. Что до 2020 года на добычу биткоина будет тратиться больше энергии, чем весь мир тратит в год. Что ж, теперь они говорят о противоположном. Биткоин полностью удовлетворяет принципам ESG, то есть экологии. Мы видим то же самое изменение, как в случае с BlackRock, когда Ларри Финг еще несколько лет назад говорил, что из-за километра не подойдет к биткоину. Сегодня он для него является побегом в безопасности, в качество. Вот почему я говорю, не слушай их. Смотри, что они делают. Потому что они много говорят, а делают совершенно противоположное. А теперь то, что мы так сильно любим. Как тебе такое безумное предсказание на 64 миллиона долларов? Это Люк Микик, и он работает в Coinbase. И вот что он говорит. 64 миллиона долларов за биткоин до 2030 года. Я написал эту статью в 2021. Мой взгляд на биткоин через призму развивающейся технологической революции. Я сказал, эй, смотри, если биткоин будет принят массами, это будет сделано экспоненциально. С каждым новым долларом, поступающим в биткоин, его рыночная капитализация будет умножаться все быстрее. Множитель его капитализации будет ускоряться. Чем большая часть мирового капитала придет в биткоин, тем выше будет этот множительный эффект биткоина. И он будет еще выше на бычьих рынках. Новый триллион долларов, который будет вложен в биткоин за относительно короткое время, конечно же, сильно увеличит этот множитель капитализации. От 6 до 10 иксов. На краткосрочной перспективе трудно измерить, поэтому я люблю брать периоды минимум в 5 лет для измерения множителя капитализации. И прямо сейчас, пока мы говорим, это практически рекордный максимум. На данный момент множительный эффект находится на уровне 4,8. И это почти исторический пик. Это всегда были интересные времена для этого бычьего рынка. 64 миллиона долларов. Интересная теория. Если это действительно будет так, то какая разница, за сколько его сейчас покупать? За 30 тысяч долларов или за 45? В любом случае, я думаю, что следующий год для криптовалюты будет абсолютно безумным. Но попытайся быть ответственным. Постарайся не делать ничего сумасшедшего. Сейчас существует множество альткоинов, которые растут как дикие. И я видел, как их пампят. Сам словил немало удвоений за последние 2 месяца. Просто будь осторожен с этим, чтобы не скупить все эти пики. Как когда-то в 2021. Забыл? Потому что, к сожалению, когда основная масса людей заходит в эти пампы, большая часть из них уже заканчивается. Не жадничай. Фиксируй прибыли. Забирай свое хотя бы. Да, ты находишься в монете, которая пампится, и ты не знаешь, когда это закончится. Возможно, она даст 200 иксов прямо завтра. Возможно, обвалится уже сегодня вечером. Продавай половину своего. Каждые. Икс 2. Сделал икс 2, продал 50%. Забрал свои вложения. Сделал еще икс 2, продал еще 50%. Заработал еще столько же. Остальное можешь оставить на случай сумасшедших иксов. Таким образом, ты сможешь рассчитывать на огромнейшие прибыли, которые буквально могут изменить твою жизнь и при этом ничем вообще не рисковать. Твои риски будут сведены к нулю. Разве это не сделка мечты? Управляй своими рисками. Смотри, когда Солана стоила 9 долларов, я сказал, что надо покупать. И цели были около 130 долларов. Меня просто осмеяли. Сказали, что я клоун. Эти люди сейчас покупают Солану за 70 и 80 долларов. Они купят пик. И опять клоунами будут все вокруг. Но меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...